добрый день с вами я татьяна шадрина вы мне на канале время шить сегодня время вдохновения мы с вами сегодня попробуем смоделировать вот такие симпатичные брюки сейчас они появятся перед вами на экране монитора у нас сейчас проходит марафон по по пошиву брюк и джинсовой ткани и нам попались брючки для вдохновения вот такого рода брючки в стиле богом я предлагаю нам их смоделировать такие брючки очень легко можно будет шить вместе с нами на марафоне кто не решается шить их самостоятельно давайте рассмотрим как устроены эти брюки брюки не в обтяжку свободные но и в то же время не балахонистые мы видим что талия у нас не на резинке а на поясе но при этом на фотографии мы видим что это все-таки цельнокроеный пояс верхний край пояса обработан обтачкой и при этом швы потом выделены вываркой и смотрите как будто приточной пояс но вот если приглядеться на самом деле это не приточной пояс а цельнокроеный что еще мы видим что есть карманы в бачках подрезных бачках есть гульфик по переду мы видим длинные вот такие зашитые вытачки линия бока у этих брючек немножечко так закруглена по линии бедра брюки имеют свободный крой а по линии низа тоже есть вот такие вытачки высокие застроченные швы вертикальные по самому низу мы видим небольшие отвороты отделаны обработаны другой контрастной тканью и из этой же контрастной ткани мы видим нашит маленький такой не знаю как называть шильдик или маленький декоративный прямоугольничек на левой штанине еще хочется обратить внимание что на фотографиях брюки женские но застежка мы видим что на левой стороне что характерно для застежек на по мужскому типу на мой взгляд пасы в последнее время рассматривая готовые брюки я очень часто вижу такой подход в брюках чаще всего сейчас делаю застежку на левую сторону вам выбирать на какую сторону делать застежку спинки на фотографии нет но я видела что-то подобное можно спинку украсить вот такими карманами просто прямоугольными или со скошенными краями скажем с пяти углами как что характерно для джинсовых брючек на на ваш вкус точно также у нас идут подвороты по спинке и у нас есть вот такие же длинные вытачки застрочены как и напереди на спинке тоже есть небольшие вытачки цельнокроеный пояс отстрочены и выделены по цвету выворкой ну что я предлагаю смоделировать такие брючки и при желании можно их сшить чего начнем моделирование кстати не сказала что брючки нас укорочены к низу заужены я бы начала с моделированием пояса давайте сейчас отмерим какое расстояние нам нужно для пояса ну скажем 4 может быть четыре с половиной сантиметра от верхнего края мы сейчас это разметим мы отрисуем параллельную линию параллельную линии талии по переду и по спинке я думаю что нужно будет подписать вот здесь бог вот здесь бог подпишем что это у нас деталь переда это у нас деталь спинки и начинаем отрезать нам нужно будет в кокетке в этой выровнять вот эти линии притачивания кокетки и верхний край потали выровнять тоже здесь будет изгиб угловатый такое чтобы угловатости не было просто выравниваем примерно 1 2 миллиметра в реальности нужно будет снять то же самое делаем со спинкой я оговорилась у нас вот сейчас меня в руках деталь переда а первую я сделал деталь спинки у нас размечена вот это бог вот эта середина здесь тоже сделаем середина ну и здесь подпишу спинка детали кокетки у нас готовы у нас получается такой достаточно прилегающий пояс верхней части это удобно и комфортно дальше я бы сейчас немножко укоротила брюки мы на марафоне выкройку строили сами и делали макет выкройки и длина у нас была полная до пола если вы берете любую выкройку промеряйте как нужную вам длину по линии бока сколько вам нужно ну при необходимости мы конечно укорачиваем эти брючки ну скажем сантиметр на три на четыре мы их укоротили отмеряем нужную длину и просто подрезаем имейте ввиду что мы еще сделаем отворот то есть брючки скажем нам нужно будет сделать короче на 10 сантиметров но мы срежем всего сантиметра 3-4 чтобы была нужная длина может быть эту длину уточните затем например кем что еще нужно сделать мы видели что у нас есть застроченная длинная складка вернее длинная вытачка по переду чтобы на у нас получился какой-то излишек по вытачке я думаю что мы сделаем вот что мы у нас вытачка была чуть ближе к середине переда но можно сейчас в данном случае перенести вытачку на линию за утюжки то есть вот здесь мы вытачку убираем а здесь как бы вытачку оставляем и при этом мы сейчас сделаем разрез по линии за утюжки и раздвинем эти брючки добавим ширины самую я разрезать не буду чтобы просто вот так раздвинуть немного у нас добавится свобода по линии бедра то что нам нужно вот так и сейчас мы сможем отрисовать вытачку той длины которой нам нужно верху ширину вытачки мы оставим как было а длину вытачки добавим ну скажем как на фотографии примерно до линии бедра или даже чуть ниже уже решите сами я сейчас вырежу чтобы было видно что это вытачка которому мы за строчим и потом от строчи от строчим вот такая у нас будет вытачка по спинке мы сделаем то же самое практически перенесем вытачку в линию за утюжки и немного раздвинем и соответственно вытачку чуть чуть длиннее сделаем чем она должна быть и точно так же затем мы ее от строчим эту вытачку ну здесь если у нас изначально вытачка была скажем длиной 12 сантиметров из них мы срезали 45 сантиметров на кокетку у нас вытачка осталось 78 сантиметров я думаю что можно добавить снова вот эти 56 сантиметров или 57 сантиметров и удлинить эту вытачку дальше я бы что сделал нам сейчас нужно с вами немножко изменить форму брючек я думаю что мы сейчас эти брючки с вами переведем на бумагу из на голубую бумагу и на голубой бумаге уже сделаем другие изменения которые нужны характерны для брючек стиля буха изменения не сложные мне кажется с ними разберется любой даже новичок ну вот деталь переда я взяла здесь у нас линия колена и деталь спинки давайте его так перевернуть чтобы было понятно что изменение происходит одинаковое для переда и для спинки уровень линии колена что делаем у нас на фотографии характерная линия по боку такая немножко закругленная давайте сделаем по внешнему контуру на 2-3 сантиметра вот сюда попали не бока немножечко добавим такой закругленности в линии причем посмотрите по линии бедра там где у нас идут бедра там где пошла линия ягодиц мы небольшое расширение сделаем ну буквально один-два сантиметра и к колену это расширение скажем на оставим вот здесь два-три сантиметра и соответственно с другой стороны точно так же мы сделаем небольшой такой вот как бы выпуклость линия будет изогнута сделай так добавили такую выгнутость и давайте по линии низа уберем по одному два сантиметра только бы вот такую линию плавную чтобы она приобрела форму такую банани что немножко вот такой если мы здесь изменили на 2 сантиметра то есть впереди точно также на 2 сантиметра здесь мы 2 сантиметра добавили в колене здесь мы добавим 2 сантиметра и вот такую плавную вогнут выгнутую линию не скажем сделаем имейте ввиду что вот здесь у нас вот такая линия идет выгнутая вернее вогнутая а здесь у нас она выпуклая здесь то же самое мы сделаем вот такую выпуклую линию входящую на нет сюда вот что мы получили то есть вот это можно сейчас под убрать и вот так у нас будет выглядеть линия бока у этих брючек то есть брючки будут иметь некоторую свободу но не слишком большую все будет зависеть от того какая у вас была выкройка базовая основа если свободного кроя то небольшие да бабочки делаем если брючки были достаточно облегающие то конечно изменения нужно будет расширение сделать чуть чуть побольше что еще для того чтобы брючки были свободы ну как бы то есть свобода который мы видим на картинке нам точно нужно вот здесь вот эти и по линии ягодиц немножко добавить влево и немножко этот уголок опустить немножко это насколько примерно на один полтора сантиметра если вас у вас большой размер ну скажем там в районе 60 то я думаю что нужно опустить на два сантиметра то есть вот эту точку уголок опускаем вниз на два и влево сдвигаем на один а то может быть и на полтора сантиметра чем больше размер тем больше вот это добавочка на свобода вот такие изменения сейчас отрисуем плавненько вот так переходим вот сюда и вот сюда и еще раз корректируем нашу линию пошаговому шиву здесь тоже самое вправо скажем на полтора на один полтора сантиметра настолько же насколько вы сдвинули вот по переду настолько же и по спинке и вниз на один или на два сантиметра и немножечко корректируем вот эту линию вот таким образом я сейчас обведу ручкой чтобы было видно как какие у нас получились новые линии вот такая линия дальше мы с вами видели что у нас есть еще застроченные вытачки по линии низа я думаю что если мы с вами не сильно заузили брючки за счет боковых швов то мы спокойно просто добавляем ну вот скажем вытачку по спинке вот здесь вот так и просто мы сделаем вот такой ну скажем треугольничек высотой примерно сантиметров 18-20 и вот здесь по ширине сантиметра 23 и рядом ну скажем разделим вот это расстояние пополам и рядом сделаем еще одну вытачку вот посмотрите сначала я рисую вертикаль а затем от этой вертикали в стороны по полтора сантиметра то есть у нас одна вытачка будет по длине и но вторую длинновато нарисовал чуть покороче сделаем примерно такие же вытачки мы с вами сделаем и на детали переда вот давайте я продолжаю вот эту линию за утюжки по этой линии мы с вами сделаем высотой такой же как по спинке вытачку и глубиной такой же то есть по полтора сантиметра в стороны или по одному сантиметру смотрите сами как бы какой ширины насколько вы хотите заузить ваши брючки вот такую складочку ну и вторую складку ближе к боку или ближе к центру то есть вы тоже уже сами выбирайте и такой же длины как у нас складочка идет по спинке вот так повторюсь мы эти вытачки узкие тонкие за страчиваем сначала вы выполняем как вытачки а потом отстрачиваем контрастной ниткой дальше нам нужно еще будет сделать отвороты по линии низа отвороты я думаю что они высотой в реальности сантиметра 3-4 эти отвороты то есть мы просто по линии пришьем обтачку шириной 3-4 сантиметра ну как бы сколько вы решите обтачку пришиваем уже после того как вытачки застрочены и обработаны выкройку обтачки нужно будет тоже сделать уже по форме нижнего края брючек за вычетом вот этих наших вытачек это сделать можно точно так же как мы сделали кокетки вырезаемся с прямоугольнички соединяем между собой и пришиваем но на самом деле я думаю что если мы выполняем из хлопковой ткани обтачки тут просто можно сделать прямоугольник и пренебречь уже вот этими вытачками дальше мы с вами еще должны сделать карман в подрезном бачке отмеряем а от линии бока по верху например сантиметров 15-16 сколько вам нужно а вот в эту сторону 3-4 сантиметра и отрисовываем вход в карман вот такой и доделываем подрезной бачок длину нашего коробка мешковины вниз решайте сами определяете сколько вам нужно можно 10 сантиметров можно 5 какой глубины кармашки вы хотите и сторону точно так же вот сюда сколько вам нужно глубинка бы ширины этой мешковинки можно сделать сантиметров 10 можно 6 8 или 15 решайте сами выбираем вот такую форму нашего кармашка и делаем карманы с подрезным бачком вот скажем такая мешковинка карман у нас получается вот это одна деталь будет скажем из ткани брючек а вторая деталь укорочена из ткани мешковины декоративный прямоугольничек вот здесь я думаю что вы сами сможете сделать это просто прямоугольник вот такой пример на моделирование этих интересных брючек в стиле боха